То есть сейчас мы с флешки собираемся полностью у вас очистить, отформатировать жесткий диск и уже создать на нем в нужном порядке необходимые разделы и потом вы уже, как говорится, можете их там прибавлять, добавлять, как колоду карт тасовать. Значит, запомните, что программа G-Party, она больше трех разделов основных делать не дает. Поэтому, значит, что мы делаем? Значит, ну, вот этот я удаляю, этот я удаляю. Диск с данными там у вас 45 гигабайт чего-то было занято, не жалко потерять? Нет. Нет, удаляю. Я на сниму еще. Хорошо. Значит, ну и, наверное, будете переставлять, там оно само себе отхватит кусочек. Да. Вот, то есть практически, видите, диску сейчас будет полный трындец. Нет. Значит, диск у вас хороший на пол терабайта. Вполне достаточно на нем, чтобы держать там 3, 4 или 5 даже операционных систем и еще и кладовочку иметь. Вот. Так вот, смотрите, какая здесь, значит, есть тонкость. Значит, вот сейчас я делаю новый. Значит, и давайте вот, чтобы целочисленные значения получались, я сделаю вот таким образом. Значит, 100 умножить на 1024 равно... Вот, создадим два раздела по 100, 2, 400, а на самом деле это будет по 100 гигабайт. Значит, вот таким вот самым наглым образом мы берем. Значит, ай, господи, вот сюда надо было мне ставить. Ну, до чего же я... Ой, чудо-монитун. Вот. Значит, здесь я делаю NTFS. А здесь пишу вам подсказочку Windows 7. И вот видите, Primary Partition. То есть, это первичные разделы. А остальные мы уже будем делать вот Extended, будем делать расширенные. Вот один раздел мы делаем сейчас... Один раздел мы сейчас делаем для семерки. А вот будет как локальный, получается, да? Нет, вот как раз это первичный будет. Вот видите? Да. Значит, и вот написано, файловая система, и что семерка, и размер 100 гигабайт. Теперь вот в этом неразмеченном участке мы снова делаем новый участок. Опять-таки я ввожу вот эти циферки наши. Я понял, да. Но здесь уже пишу Extended 3. Это наиболее, так сказать, приемлемое. Ну, и какой Linux я там это самое... Ну, напишу там Linux Mint Cinnamon. Или могу просто написать... Cinnamon напишу. Cinnamon, вот так. Да. И тоже он пойдет первичным. Вот я вот делаю вот таким вот образом его. Нажимаю на исполнение. То есть, вот Gepard, он три раздела больше он не дает. Значит, мы ждем. Сейчас он отформатирует все это дело. Затем мы начнем делать расширенный раздел. Вот покажу вам, как делается расширенным. А на расширенном разделе мы уже сделаем swap файл. Значит, у нас сделаны два раздела, причем сделаны они основными. И вот осталось неразмеченной 265. Вот теперь я пишу создать новую. И вот здесь вместо... Причем, значит, я тут не указываю там, что, чего. Видите, нет файловой системы. Просто отмечаю как расширенная. Пишу, значит, метку не ставлю. Не ставлю даже метку. И нажимаю... Исполняем. И вот теперь, видите, у нас получилось что? Значит, расширенный раздел, на котором у нас имеется 265 гигабайт свободного пространства. Вот он он. И вот здесь мы сейчас создадим swap раздел. Swap раздел, значит, у нас будет на 4 гигабайта. Значит, поэтому, значит, что мы делаем? 4. Значит, swap раздел, в принципе, у него тоже метку-то ставить не обязательно, хотя бы можем и здесь написать swap по барабану. Самое главное, вот, файловой системой будет swap. Вот я ее добавил. Нажимаю, значит, исполнить. Все. Swap раздел подготовлен. И вот у вас еще 260 гигабайт, это по 50 гигабайт разделить, это еще 5 линуксов можете поставить, самых разных. Но я сделаю что? Вот это вот, я сейчас отмечу у вас в разделе NTFS. Тогда этот раздел, эту вашу кладовочку, смогут читать и винда, и ценамон. Потому что ценамон-то, он может читать разделы Windows, а винда, она не может. Если я отформатирую вот этот раздел в Linux разделе, то с винды вы на нем ничего не увидите. А если я сделаю его в разделе NTFS, его будет видеть и семерка, и Linux. И у вас получается, что кладовочка будет на столько-то гигабайт, NTFS раздел, логическая. И здесь я вам напишу дата, то есть данные. Ну вот, практически полностью сделана разметка вашего жесткого диска. сделана она абсолютно правильно. И запомните, что раздел SWAP файла, значит, раздел SWAP находится на SDA5. Вот таким образом. А теперь, значит, наша задача какая? Поставить Linux Mint. Вот мы идем. Нажимаем на копирование системы. Вот у нас раздел SDA подготовлен под Mint. Вот мы берем, значит, точку монтировку ставим. Ставим extension 3. Ставьте лучше extension 3. Extension 4 не нужно. Значит, теперь так. Нажимаем начать. И вот времени сейчас 14.37. Вот смотрите. 14.37. Там было где-то, по-моему, там 12 секунд. Посмотрим. Ну вот, сейчас программа уже заканчивает установку Linux Mint 17.2 CINAMON на жесткий диск вашего компьютера. Как видим, времени, значит, у нас это занимает 14.43. Ну сколько? 6 минут. Ладно. Закрываем это дело. Значит, я еще раз хочу подчеркнуть. Вот смотрите. Это сказать не только для вас, а для всех. Что вот сейчас мы находимся на флешке. Это легко проверить. Значит, вот объем флешки, на которой записан Mint, 1.89. Но, несмотря на это, находясь на флешке, человек может работать в интернете. Что для этого нужно, только просто открыть броузер и зайти, как говорится, в свой этот самый аккаунт. Человек может работать в офисе, пожалуйста, вот в электронной таблице там открывается. Это все, находясь на флешке. Если будете файлы сохранять, они на флешке не сохранятся. А если будете сохранять, работая в интернете с флешки, но сохранять на другом разделе жесткого диска, никаких проблем не будет. У вас эти файлы, они спокойно будут сохраняться. Вот второй раз загружаю электронную таблицу, они уже гораздо быстрее открываются. Ну, это вот так вот со всеми продуктами LibreOffice. Можно фильмы смотреть. Полностью полноценная нормальная флешка с полноценной операционной системой. То есть ее в любой компьютер можно воткнуть. На нем, как говорится, работать как с полноценной операционной системой. А при желании можно ее так вот взять и поставить, значит, на жесткий диск, что мы и сделали. А если вы хотите установить ее своему другу, то вот придумывайте ему имя, значит, имя пользователя. Тут, значит, пароль, повторяйте пароль, корневой пароль, повторяйте корневой пароль. Название компьютера, допустим, там лаптоп, там Сергей, там или как. И дальше нажимаете на Next, и дальше пошла такая же установочка, как и у нас в режиме System Copy. Значит, люди пытались System Bug, значит, на русском языке сделать. И вот, что у них получалось. Так, ну-ка, здесь я этого не вижу. А, вот здесь. Вот здесь стоял какой-то там индийский язык, шут знает что. Они меняли на русский, а потом получали, значит, ролики. Из-за образа, которые грузились в виртуальную машину, и в менюшке выдавали кракозябры. Поэтому вот у меня всем совет. Оставьте английский язык по умолчанию, и не парьтесь. Несколько английских слов лучше выучить, чем получать потом при загрузке всякие там кракозябры. Итак, что мы сейчас делаем? Значит, сейчас мы делаем перезагрузку. И после, значит, перезагрузки, Сергей, значит, вы загрузитесь на Mint, и оттуда мне перезвоните. Договорились? Хорошо. Ну вот, видите, своп не подключен. Да. Ну, я прекрасно запомнил, что своп-раздел у нас располагается на SDA5. Ой-ой-ой, стоп. Заводите, заводите. Но если есть какие-нибудь сомнения, всегда вот, открыли G-Party, и посмотрели. Вот тут прямо написано, Linux, своп, SDA5. Все, вопросов больше нет. Дальше. Значит, что мы сейчас сделаем? Сейчас я вам какой-нибудь любой свой видеоролик кину, а с него мы выскочим к вам, ко мне на кладовочку. Так. Ну, это я могу... Сейчас, сейчас подождите. Делаем вот таким. Вот, сейчас пойдем на мегу. Делаем вот так. Вот, сейчас пойдем на мегу. У меня сильно фонит ваш микрофон Сейчас нормально В режиме доступа к корню Снова пароль заводите Значит, etc И файлик fstab Открываем его не в режиме просмотра А в режиме правки Проверяем еще раз Сохранилось Все правильно Ну и теперь попробуем его подключить Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Вот уже сразу Видите, там было Ноу своп А теперь показано, что Своп у нас раздел подключен Что, как говорится, и требовалось доказать Теперь, значит, посмотрим Вот здесь Показывает ли по интернету что-нибудь Ага, вот почему не видно Ну, все понятно Ну, все понятно Ну, все понятно Ну, вот и сеть показывает То есть, у вас стояла ЕТХ0 А у вас сеть ЕТХ1 И вот теперь показывает Сколько берется И сколько отдается Так что Файл подкачки подключен Интернет, значит, показывает Что как Ну, думаю, что Это самое Все нормально теперь Ну, давайте Тогда пойдете в конках И вот здесь Вместо Лан Выберите Виайфай Виайфай Это беспроводной Нажмете Примените Примените Ну, я желаю вам Всяческих успехов У вас теперь есть Значит, ролик Где вы можете Там Все спокойно Всегда у себя Посмотреть Сейчас я вот Файлик открою Где у нас там Мы сохранили его В загрузках Да Вот Ну, вот Куда угодно Перенесете Тут Практически Вся информация Плюс Всегда, значит Вот Файлик Новый Как скачать Команды И видео Я его обновляю Частенько Кладовочка Мой блок И все мои ролики Там И как со мной Связаться И как мне написать Ну, все Желаю вам Всяческих успехов Удачи Из какого вы Города на Украине Сергей Харьков Харьков О, хороший город Ну, ладно Желаю вам успеха Так что давайте Удачи Всего доброго